Я думаю, уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или забустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай, и этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA, ссылка в описании. Привет, чуваки, это ТОПДОТА. Чекал я вчера ютуб и увидел видос вилсакома. Он нам там поведал, что в России теперь не будет безлимитного мобильного трафика. Теперь вы не сможете со своего телефона сидеть на ютубе днями напролёт и не беспокоиться о своих бабках. И связано это всё с печально известным пакетом Яровой. По этому чудесному пакету, все сотовые операторы должны хранить информацию о пользователях, об их звонках и любых коммуникациях около 6 месяцев, и чтобы всё это безумное количество данных хранить, нужно много места, а место стоит много денег. Это только у ютуба какие-то безграничные сервера, которые можно засорять видосиками сколько влезет, а у нормальных людей всё не так уж просто. В общем, чтобы были бабки на сервера, операторам приходится и схищряться, например, отказываться от безлимов. И получается, что один ублюдочный антиконституционный закон тянет за собой ещё и череду всяких других неприятностей. И нас с вами это тоже, конечно, коснётся. Например, в комментах у Вилси я уже видел, как челики жаловались, что сидят даже дома с мобильного инета, тупо из-за того, что проводной доступ им протянуть слишком дорого и муторно. И как теперь этим челикам играть в дотку на лимитном то интернете? Да и вообще хоть что-то делать, кроме как отвечать на личку вконтакте. Хотя... возможно... в ближайшее время это не будет никакой проблемой. Ведь доту хотят запретить в России. И нет никаких гарантий, что этого не случится. Особенно учитывая ту инфу, на которую я вчера наткнулся. В России закрыли доступ к Бразерс. Какого хера? Обосновали это всё тем, что порнография в стране запрещена, а также тем, что сайт негативно влияет на психику посетителей. Окей. Порно запрещено, но банят только Порнхаб и Бразерс. Чё-то странно. Не находите? То же самое было и в позапрошлом году, когда все орали, что заблочат Google и Steam, был какой-то закон, который обязует все иностранные компании хранить персональную информацию российских пользователей на российской территории. И, как вы понимаете, под этот закон попадают ну просто все, кто хоть как-то имеет какую-то информацию о нас. То есть, например, наш логин и пароль. Реально все сайты. И, как я уже сказал, орали, что забанят Steam, Google, Facebook, Twitter. Но забанили LinkedIn – это профессиональная соцсеть, которую блокнули по этому самому закону в конце 2016 года. Именно по этому закону. То есть, Роскомнадзор направил проверку, обнаружил, что серваков с необходимой инфой в России у них нет и их заблочили. А это значит, что и тот же Steam могут заблочить с такой же легкостью. Или даже тот же YouTube. Так что, если дотан нам не запретят юристы, которые видят в нём призывы к каннибализму, то это сделает Роскомнадзор, который скажет, что Гейб за нами шпионит и не хочет оставлять у нас свои серваки. В общем, тенденция показывает, что ничего хорошего нас в будущем не ждёт. Конечно, кроме того, что все снова как раньше будут собираться в компьютерных клубах и херачить в кс и дотку. Ведь по интернету в них поиграть уже не получится. Да и мало что у нас вообще получится делать через интернет. Так что заходите в Тор, запасайтесь пиратскими видосиками Бразерс, играйте в доту пока можно, а я буду выбирать для себя подходящий завод, ведь на ютубе делать тоже будет нечего. Пишите, что думаете обо всех этих событиях, поддерживайте лайком, если вам это всё дерьмо тоже совсем не нравится, ну и конечно же пишите, что вам похер и вы с Украины, или с Казахстана, или с ДНР, или с Белоруссии, ну как обычно, вы всегда так пишите. Удачи!